Дефицит бюджета Ненецкого округа возрастет до 4 миллиардов 300 тысяч рублей. На заседании администрации обсудили предварительный прогноз социально-экономического развития региона на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Содержание государственных органов, поддержка некоммерческого сектора и резервный фонд администрации округа. Сократить расходы по этим направлениям предлагают жители округа в онлайн-игре. Жильцы ветхих и аварийных домов смогут получать денежные выплаты на переезд в другие регионы. Сумма выплат будет зависеть от площади изымаевого помещения и рыночной стоимости одного квадратного метра жилплощади. С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Дефицит бюджета Ненецкого округа возрастет до 4 миллиардов 300 тысяч рублей. На Ринмаре состоялось очередное заседание администрации региона. В повестке дня значилось 10 вопросов. Один из главных – предварительный прогноз социально-экономического развития на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Доходы бюджета Ненецкого округа в следующем году по сравнению с запланированными на этот год могут снизиться на 30%. Такие цифры содержатся в предварительном прогнозе социально-экономического развития округа на ближайшие три года. Для разработки прогноза социально-экономического развития округа использовались статистические данные за последний отчетный период, а также оценка социально-экономического развития округа и сценарные условия, разработанные Министерством экономического развития. Кроме того, для составления прогноза использовалась информация полученного от предприятий, фондов, учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории округа. На прогноз повлияли и доходы от реализации Харьягинского соглашения о разделе продукции. В следующем году они будут снижаться. Также на снижение доходов значительное влияние оказалось снижение мировых цен на нефть и курсовая разница. Предварительный прогноз социально-экономического развития Ненецкого округа основан на прогнозе цен на нефть марки «Юрлс» в 40 долларов США за баррель. В нынешнем году стоимость единицы топлива составляет 50 долларов баррель. Одним из источников финансирования региона станет привлечение кредитных ресурсов. До 2019 года он заложен в размере 4 миллиардов 300 тысяч рублей. Общий объем дефицита составит 25%. Как пояснила начальник управления экономического развития Ненецкого округа Ольга Стрепетилова, эти меры вынуждены и пойдут на выполнение основных обязательств. То, что мы берем кредиты, это наоборот хорошо. Да, это позволяет округу выполнять все свои обязательства, в том числе и социальные обязательства, связанные с развитием образования, транспортной и иной инфраструктуры округа. В бюджете закладываются расходы на обслуживание долга, которые, соответственно, мы платим проценты. В департаменте финансов и экономики исходит из того, что продолжится наращивание добычи на месторождение имени Трепса и в 2016 году состоится ввод в промышленную эксплуатацию месторождения имени Титова, также Лобоганского и Наульского месторождений. Утвержденный прогноз ляжет в основу составления проекта окружного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Также на заседании шла речь о дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан. Труженикам тыла предложено единовременно выплачивать 50 тысяч рублей на проведение ремонта жилого помещения. Данная норма социальной поддержки предлагается по поручению президента Российской Федерации в рамках Ордкомитета Победы, а также по поручению губернатора Ницкосновного округа. На сегодняшний день в округе на такую поддержку могут рассчитывать около 250 человек. Законопроект будет дорабатываться с учетом всех предложений. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Виртуальный бюджет Ницкого округа сформировали 5000 интернет-пользователей. По инициативе губернатора Игоря Кошина на сайте администрации региона была запущена онлайн-игра, в которой жителям региона предлагается сократить расходы и самостоятельно сформировать виртуальный бюджет. При этом необходимость секвестировать 3 миллиарда рублей. Именно столько округ может не получить из-за упавших доходов от добычи нефти в этом году. Бюджетный квест разработан Нинецким информационно-аналитическим центром. Платформа включает в себя 8 разделов, аналогичных главным направлениям расходов бюджета. Основная задача бюджетного квеста – дать возможность жителям округа увидеть, на какие цели расходуется бюджет региона и понять, насколько сложно сократить эти расходы. За неделю бюджет округа сформировали почти 5 тысяч человек, что для округа, в котором проживает 43 тысячи жителей, внушительное количество. Чаще всего интернет-пользователи удаляют следующие расходы – содержание государственных органов, поддержка некоммерческого сектора, резервный фонд администрации округа. Разработчики игры отмечают, что основная задача – привлечь внимание населения к формированию бюджета и с помощью игры просто рассказать о сложном бюджетном процессе, показать основные направления расходования бюджетных средств. Жильцы ветхих и аварийных домов смогут получать денежные выплаты на переезд в другие регионы. В Департаменте строительства ЖКХ энергетики и транспорта Нинецкого округа разработан дополнительный механизм переселения граждан из жилищного фонда с высоким уровнем износа. В соответствии с изменениями, внесенными в госпрограмму обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в НАУ, собственники жилья смогут получать компенсационные выплаты на приобретение жилья в населенных пунктах, находящимися за пределами округа. Все-таки стройка процесс достаточно долгий, количество ветхого жилья на селе достаточно большое, фактически 10% жилья на селе это ветхое. В связи с этим было принято решение рассмотреть иные варианты. Один из этих вариантов был найден администрацией, это у собственников жилых помещений, которые владеют ветхим жильем, возможно жилье обменять на жилье на территории других субъектов Российской Федерации. По согласию собственника ветхого жилья по очереди он может жилье сдать и ему будет предоставлено но условно сертификат, свидетельство, которым он может воспользоваться и купить себе жилье на территории иновары, субъекта Российской Федерации, за исключением Ненецкого автономного округа и города Москвы. Сумма выплаты будет определяться, исходя из произведения общей площади изымаевого помещения и средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилплощади. Порядок предоставления компенсационных выплат и порядок введения учета лиц, имеющих на них право, будет установлен постановлением администрации округа. Долгожданное открытие состоялось. Спустя 4 года после заключения контракта введены в эксплуатацию очистные сооружения в Качгарте. Трудовые будни подростков округа в самом разгаре. На клумбах Наринмара высажено более 3000 цветов, в планах еще 12000. Долгожданный ввод в эксплуатацию очистных сооружений состоялся. Представители городской окружной администрации по КТС и застройщико-инженеринговой компании научно-исследовательский институт коммунального водоснабжения и очистки воды дали старт работе нового инженерного сооружения. Этого события ждали 4 года. Новые мощности по очистке источных вод были так необходимы Качгарту. Помимо старых домов, в районе строится много новых, и все они не снабжены водопроводом и канализацией. Теперь в очистные сооружения будут поступать сточные воды из жилых домов микрорайона, школы и предприятий. Муниципальный контракт на строительство очистных сооружений был заключен в середине 2012 года. Стоимость строительства составила более 170 миллионов рублей. В декабре 2013 сооружения должны были ввести в строй. Однако компания-подрядчик много раз откладывала сроки сдачи объекта. Недострой был взят на контроль губернатора региона. Совместная работа исполнительной и законодательной власти округа содействовала скорейшему запуску нового объекта. На последней летней сессии собраний депутатов Ненецкого округа городской администрации были выделены дополнительные средства на оплату окончания строительства. Часть денег, которые перераспределены внутри окружного бюджета, мы направили, в частности, на городу Наринмару в виде субсидий на оплату окончания строительства очистных сооружений поселка Казикрит. Также не осталось в стороне и общественность. Незадолго до приятного события публикация на сайте Общероссийского народного фронта заставила администрацию города поторопиться. Официально заявлено, что сроки будут ввода второй квартал 2016 года. Но сейчас уже начинается третий квартал и мы видим в официальных публикациях о том, что он опять перенесен. И перенесен на третий квартал. Но все-таки мы благодарны, что нас услышали. И вот 12 июля будет официальный ввод очистных сооружений в поселке Качкарет сдан. По словам руководителя ПУК-ИТС, который будет эксплуатировать новые сооружения, объект полгода будет работать в тестовом режиме. Вот продолжительность определяется по тому, какие стоки будут на выходе. Если они будут нормативные, все можно уже считать, что очистные запущены полностью в эксплуатацию, подписывать акт приема передачи и все. Очистные сооружения в поселке Качкард производительностью 1200 метров кубических в сутки построены в рамках под программы обеспечения населения НАУ чистой водой и государственной программы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в НАУ. Валентина Чебичев, Дмитрий Марков, Антон Водряков, Телеканал «Север». Восемь многоквартирных домов пройдут капитальный ремонт в 2016 году. На проведение работ будут привлечены средства из трех источников, в том числе из федерального бюджета и фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Об этом на брифинге рассказал Алексей Николаев, заместитель руководителя департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненецкого округа. Накануне Ненецкий округ подавал заявку в фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Она касалась оказания финансовой поддержки при проведении капитальных ремонтов многоквартирных домов. Государственная корпорация заявление рассмотрела и приняла решение в 2016 году выделить региону 6 миллионов 710 тысяч рублей. В целом ремонт восьми многоквартирных домов обойдется 84 миллиона. Средства собственников помещений, которые собирались путем ежемесячных взносов, составят почти 64 миллиона рублей. Из окружного бюджета с учетом федеральной субсидии на проведение капитальных ремонтов будет выделено 15,5 миллионов рублей. Работы начнутся ориентировочно с августа по ноябрь. Планируем сейчас проекты в стадии проработки проектов. После них будет расторговка на подрядчиков по капремонту. Соответственно, как я и говорил, работают до ноября. В список домов, попавших под капитальный ремонт в 2016 году, внесены здания по следующим адресам. Переулок Макарабаева 1, улица Ленина 28, Ленина 52Б, Октябрьская 15, Первомайская 3, Пионерская 23. В Заполярном районе будут отремонтированы два дома. В поселке Искателей по улице Губкина 22, корпус А, и в Нижней Пёше по улице Советская 31. В прошлом году капитальный ремонт был проведен только в трех домах. Еще 12 перенесли на последующие года, по желанию собственников помещений. Между тем, за весь срок программы, 30 лет, необходимо провести капитальный ремонт более 470 домов. В год это не менее 10 зданий. Проблема не только в нежелании жильцов вносить платежи, но и в финансировании. С этой целью со следующего года плата за капитальный ремонт будет индексирована до 7 рублей 30 копеек за квадратный метр жилья. При взносе в 6 рублей, около 7 рублей, которые были в 2015-2016 году, собиралось порядка 45 миллионов. 45 миллионов – это примерно 5 домов прокапиталить. Потому что в среднем один дом с его работами, там работы просто разные, но в среднем это порядка 7-9 миллионов. То есть всего 45 поделить на 9 миллионов – это будет 4 дома. 5-6 домов можно прокапиталить в год за счет средств собственников. Также в департаменте видят выход в минимизации расходов на ремонты. Но здесь особо не сэкономить. Наценка на стройматериал, привезенный с большой земли, составляет 50%. Доставка в отдаленные населенные пункты повышает коэффициент транспортной доступности в разы. Поэтому сегодня планирование идет только на 3 года вперед, с учетом мнения жильцов многоквартирных домов. Валентина Чибич, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Компания «Лукойл Коми» поможет открыть в Венецком округе экспертную лабораторию для мониторинга состояния окружающей среды. Нидропользователь выделит 20 миллионов рублей на ремонт здания для Центра природопользования и охраны окружающей среды. В нем откроют аккредитованную экспертную лабораторию для проведения мониторинга окружающей среды, а также регионального государственного экологического надзора. В настоящее время анализы проб воды, почв и выбросов атмосферы учреждение заказывает по договорам у частных компаний, что требует значительных временных и денежных ресурсов. Запуск работы экспертной лаборатории позволит на качественно новом уровне осуществлять мониторинг за окружающей средой на территории НАО, в том числе вблизи нефтегазовых месторождений. В 2015 году помощь в материально-техническом оснащении созданного казенного учреждения оказала компания «Полярное сияние». На средства спонсора были закуплены мощные катера, снегоходы и вездеходы трекол. Трудовое лето для подростков Ненецкого округа идет полным ходом. На улицах города уже можно увидеть первые результаты их работ. Так, на клумбах Наринмара высажено более трех тысяч цветов. К концу сезона благоустройства планируется высадить более 12 тысяч саженцев. Это и цинерарии, и бархатцы четырех видов. Но общая площадь озеленения составит более 264 квадратных метров. Десятиклассница Алена Сорокина с начала месяца занимается благоустройством города, а также посадкой цветов. Работает по четыре часа в день. Все полученные деньги она рассчитывает потратить на семейный отдых. Сколько получу, не знаю. А потратить, ну, в отпуск поедем с мамой. Работаем, цветы садили, мусор убирали, сейчас траву подметаем. Цветочное оформление городских клумб начали возле памятника экипажу самолета Як-7Б и окружной администрации. По плану посадка цветов продолжится на площади Марат-Сей, улице Смедовича, в скверах по улице Ленина, возле памятников, а также на Аллее Славы и в лесозаводском парке. Работы планируется завершить до середины июля. Цветочную рассаду предоставляет тепличный комбинат «Солнышко», который выиграл аукцион на поставку посадочного материала. В этом году благоустройством городов и населенных пунктов будут заниматься 500 школьников и студентов. Ежегодно им предоставляют рабочие места на период летних каникул. Шесть человек трудоустроило муниципальное казенное предприятие «Энергия» и пять человек работали от детского сада. То есть дети занимались уборкой территории в основном. Это лес от сухого мусора. К ним был приставлен руководитель. Дети довольны, что им удалось подзаработать денег. Кроме этого, все-таки это детский труд, это нормально, когда дети привыкают трудиться. Средства на оплату труда школьников и студентов предусмотрены в рамках государственной программы «Содействие занятости населения Нининского округа» на 2016-2020 годы. Как и в прошлом году, каждый подросток за полный рабочий месяц получит не менее 13 тысяч рублей. Елена Семеновичева, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Пострадали двое детей и домашнее животное. В поселке Искателей произошло возгорание жилого дома. Пожар удалось ликвидировать без жертв. За неделю на территории округа зафиксированы семь фактов возгорания лесных массивов. Один пожар произошел в жилом секторе, в котором пострадали двое детей. Причину возгорания устанавливает пожарная инспекция. 8 июля в 10 часов дежурную часть УМВД России по Нининскому округу поступило сообщение о том, что в поселке Искатели горит жилой дом по улице Строителей. Прибыв на место, сотрудники дорожно-постовой службы услышали крики о помощи и увидели мужчину с ребенком на руках. Остальные жильцы горящего из соседних домов уже тушили пожар. Там гомон стоял, вот что я услыхал. Взял ломик, стал ламывать. Потом прибежали ребята снизу. Володька прибежал, Ариф прибежал, Ромка прибежал. Они доломали эту дверь, увидали детей, схватили. А пожарные потом уже и мадам тушу вытащили. Оценив ситуацию, полицейские на служебном автомобиле доставили детей в Нининскую окружную больницу. Сегодня они находятся в реанимации. Прибывшие пожарные оперативно стали ликвидировать пожар. В результате пожара пострадали три человека, из них двое детей. В связи с этим правоохранительные органы напоминают об ответственности, которую несут виновники пожара. Гражданин может быть привлечен как к административной ответственности, так и к уголовной. Если по его вине пожар приведен к уничтожению имущества или пострадают люди. Причину возгорания в доме по улице Строителей 16 еще устанавливают сотрудники пожарной инспекции. Дмитрий Марков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Не секрет, что большинство пожаров происходит в квартирах, где распивали спиртные напитки. Уменьшить прямые и косвенные потери от пьянства поможет ограничение продажи алкоголя в ресторанах, кафе, барах и ночных клубах. Так считают сотрудники Департамента природных ресурсов и экологии ЭПК. Ими разработан законопроект об ограничении продажи алкоголя. Проектом закона предлагается запретить продажу организациями общественного питания алкогольной продукции с содержанием этилового спирта в 16,5% и менее с 2 часов ночи до 8 часов утра. Проект предусматривает снижение доступности алкоголя и усиление ответственности участников алкогольного рынка. Проектом предусматривается прежде всего установление дополнительных ограничений времени, мест и условий реализации продажи алкогольной продукции на территории округа. Ранее управление МВД по Ниницкому округу предлагалось сделать этот запрет не 6, а 10 часовым с часу ночи до 11 утра. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что принятие проекта позволит снизить уровень потребления алкогольной продукции, стабилизировать состояние общественного порядка, уменьшить прямые и косвенные потери от пьянства, связанные со снижением работоспособности населения, смертностью и заболеваемостью из-за употребления алкоголя. Предложения к законопроекту принимаются по 22 июля. Такова была информационная картина дня. Увидеть новости вы можете также и на нашем сайте адрес trksever.ru. Далее информация от синоптиков.